В Варшаве началось осеннее заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ. В центре внимания Украина. Кто прибыл на заседание и какие вопросы будут рассматривать? Узнаем у нашего корреспондента Натальи Малышко. Она с нами на прямой связи. Наталья, здравствуй, тебе слово. Приветствую, коллеги. Заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в польском сейме. Именно Польша председательствует в этом году. И вот Варшава принимает 20-е осеннее заседание. Участие в котором принимает более 200 делегатов из 50 стран мира. А вот российской делегации во въезде в Польшу отказали. За ходом заседания они могут следить, ну разве что в онлайн-трансляции. В МИДе Польши решение не выдавать визы россиянам объяснили солидарностью с Украиной. Также в доступе на парламентскую ассамблею ОБСЕ отказали делегации из Беларуси. Стоит отменить, что ситуация, когда агрессоров куда-либо не пускают, не единичная. Для примера, вот прошлым летом Россию и Беларусь отказали в визах для участия в сессии ОБСЕ в британском Бирмингеме. Нам удалось побеседовать с депутатом Сейма Польши, членом лидирующей партии «Право и справедливость» Радославом Фогелем. И вот как он прокомментировал нынешнее решение Польши. Для нас было очевидно, что после варварской агрессии России по отношению к Украине нет другого пути, как не приглашать российских делегатов в Польшу. По всем ним работают европейские санкции. Эти люди поддерживали фейковые референдумы на востоке Украины. Поэтому мы решили не пускать русских делегатов. Мы не хотим убийц и криминалов в нашем парламенте. В рамках сессии также запланировано проведение заседания постоянного комитета. Он должен рассмотреть один очень важный вопрос. Это внесение изменений в регламент. В частности, речь идет о приостановлении действия мандата государства-участников ОБСЕ. В России по этому поводу уже истерика. Там заявляют, что такими изменениями их хотят исключить из состава ОБСЕ. И тут следует добавить, что из состава ОБСЕ хотят исключить не только Россию, но и Беларусь. Глава украинской делегации ОБСЕ Никита Патураев заявил, что исключение стран-агрессоров из ОБСЕ – это главное решение, которое ОБСЕ должно было принять уже давно. Давайте послушаем. Мы считаем, что это наименьшее, что может сделать ОБСЕ. Мы рассчитываем на поддержку других делегаций. Однако, к сожалению, в ОБСЕ работает правило «консенсус минус один». То есть достаточно двух голосов, чтобы заблокировать такое решение. Я и все коллеги, депутаты Верховного Совета, которые прибыли в Варшаву, будем проводить консультации с другими делегациями. И рассчитываем, что в пятницу будем ставить вопрос на заседании постоянного комитета и, надеемся, оно будет поддержано. К делегации ОБСЕ обратился президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн и призвал организацию более к решительным действиям, использовать все возможности, чтобы усилить давление на Россию и, в конце концов, прекратить эту войну. Давайте послушаем президента Украины. Среди вас представители государства, которое ничего не предлагает миру, кроме террора, дестабилизации и дезинформации. Любые российские формулы не предусматривают ничего другого. Именно поэтому, я подчеркиваю еще раз, пришло время поддержать украинскую формулу мира. В мире не должно оставаться никакой возможности для террора. Именно поэтому мы обращаемся к нашим партнерам за поддержкой для защиты нашего неба. Нам нужны современные и эффективные системы ПВО и ПРО. ПВО и ПРО я дякую всем, кто уже допомогает. Что вам сейчас может сказать представитель государства-террориста? Что от их ракет не страдают мирные люди? Все очевидно. Все слишком очевидно. Я призываю вас к конкретным шагам в защиту человечности и жизни. Совбез должен дать четкую оценку поступкам государства-террористов в соответствии с разделом 7-го устава ООН. Украина предлагает, чтобы Совбез принял такую резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора. Нужно восстановить справедливость внутри самой структуры ООН. Государство-террорист не должно участвовать в каких-либо голосованиях по вопросам его агрессии, его террора. Когда тот, кто начал войну, когда тот, кто ответственен за террор, блокирует любую попытку Совбеза ООН выполнить свой мандат. Это нонсенс, что право вето сохраняется для того, кто несет преступную войну. Вопрос о приостановлении мандата России в ОБСЕ будет рассмотрен уже завтра. Главная интрига, хватит ли политической воли делегатам ОБСЕ принять такое решение. Если же вопрос не будет проголосован, в украинской делегации заявляют, что будут ставить вопрос вообще о целесообразности существования такой организации, как организации безопасности и сотрудничества в Европе. Коллеги, вам слово. Наталья, спасибо тебе огромное за последнюю информацию. Ну и будем ждать, что таки будет завтра. А я напомню, Наталья Малышко, журналист, была с нами на прямой связи из Варшавы. Спасибо. Спасибо.